Гаснет, его угасание свыше, словно бы ангел умер. Солнце садится и разовеют только верхи деревьев. Если же ангелы прах развеют, выпадет снег под ветром. Ну и завершая книга три стихотровения, называется «Техника расставания». Надо отладить технику расставания, тянущегося от живота до горла, где глухонемая птица повествование машет крыльями голом. И когда слетает внезапная птица эта на кормушку сердца, минуя мозг твой, выставляя знак запрета, отгоняя глухонемую в ее край заморский. Расставанием окна любви и седования. Приглуши песню жалости об одиноком, чтобы пояс дальнего следования стал сплошной полосой без окон, чтобы просто существовал как данность, не обнаруживая смысла, не жаля. Стой на полосе отчуждения, отчуждаясь, пока не скрылись из-за виду его детали. Пусть выгорают цвета дорогой палитры и замолкают все бережнее и безбрежнее шатуны, рычаги, фонари, цилиндры, дымовые трубы и золотниковые стержни. Третья. Когда собирается вроде тучи, тяжелая мысль угрожает, припадкам под ручей, и гиплого ждет урожая. Когда шевеление ее близкое, тени выходят из ниши, и ласточки низко хлопочут, ныряя под крыши, я строю привычную оборону, из кавалерии легких, залетных, лишь штронов завьются, от горя до летит. Я быстро по дому иду со спичкой, и вот уже свечи пылают, и страх мой привычка лечебной пыльцой опыляет. Я вложился в 20, наверное, да? Так что я еще прочту стихи, которые не вошли в книжки. Господи, я испател. Жарко. Каждый раз я прихожу, и мокрый, каждый. Потому что это июль все-таки. В свитере нельзя, конечно. Летом вроде. Можно так. Да, ну, да. А я оттуда с улицы люблю. Ну, хорошо. У вас еще несколько стихотворений. Такое легкое стихотворение. Оно было недавно в журнале «Октябрь». Да, это письмо Гоголя. Едва приехал, слег, сквозь до печенки, трясясь в некрепкой колещенке в пути продрог. Отстылых ли камней гнилого края, как воспалительность такая в крови моей. С утра кругом туман, за шум работный, карман-то у людей неплотный, пустой карман. Перепрестясь спешу. Пришлите денег. Жизнь выметает их, как винни. Я вас прошу. Хотел скопить, но чу, вдруг вижу платье, а гардероб мое проклятие. Я не франчу. Суртук был сильно дран под мышкой слева. А я в ответ вам для потела пришлю себя. Увижу ли заю, скажу без ячеств, что существую и не без качеств, хотя хандрю. Правда, соглашу, как есть. Простите смелость. В восторгновение бы хотелось свой дух привести, чтобы не сидеть порой, поджавши руки, а пробестрить долину скупы живой скрой. За подвигом умрой, прожить напрасно, обравнодушившись безгласно, прийти кнутру. Для вдохновенных струй, для сладкопения, в дух смирения и терпения, в любви оторву. Ну вот. Пописано у матушки, да? Ну и теперь такой... Чуть-чуть, возьми, трудноватый... Я... Не выбирай. Нет, не забирай. Трудный такой для штинга. Ну ладно, религия. Меня со всеми мыслями моими и чувствами изливчиво живыми, как червь, как ветвь, как критский лабиринт, где нить горит. Меня вольфрамовой молниеносной нитью спасенного прошьешь какой-то гнитью мою со всей листвой и хвоей леса, где пёстрые мелькают гирьки весом, пощелкивая, плача, хлопача, где, как парча, вбирает солнце земляничная поляна. Жизнь распылишь, чтоб стала не слияна сама с собой с великолепием дождем, когда в кругу божеств а не убожеств я то, что предо мной. Вот чайный куст, он многоуст, в своем цветении он кожисть острозунчий, а вот ночной корабль дымящий и трубчий. Я подходящий к линии прибоя, ступнёй тронуть вещество прибоя, запечатлённый мальчик птичья кость, верующий горсть песка зернистого текущего меж пальцев. Я буду вычеркнуть из-под стоятия. Корабль плывёт, вода чёрна, токсинский, фонт, а внутри мир аурелий склизкий и звёзд морских и пурпурных ежей. Шесть падежей, три наклонения, глагол, предлог, причастия. Пиши в цитрате, вот слово есть, запястье. Ты помнишь ли его из-под манжета? Оно виднеется в загаре лета, а там любовь и солнечный удар, а там базар, пропавший паприкой, календры сельдереем, а там зима пыл охладит двореем. Меня с моей памятью столь цепкой, что если я задуман мёртвой щепкой, то для чего ноябрь, снег в фонаре, а леса в норе, под лунные поля, как простыни, льняные истинки и оконцы сведены. Так въестся в мир, как в мир себя врезает зигзагами, как будто разгрызает пространство снеговую гонетель, одевшись ей, сходя над ярусом, надстраивает ярус в два профиля неколебимый янус. Так впиться в мир, чтобы он в тоске прицельный, меня увидев с ясностью предельный, как я его меня не отпустил, каков на стил, на счастный, хвойный, ледяной, морской, небесный, любой. Ты без меня пустой, ты средний. Ну вот, я не знаю, может быть, может быть, какой-нибудь есть вопрос, или что, чтобы передохнуть. Ну, ты кому-то не убежишь, делаешь? Нет, нет, нет. Нет? Нет, по-моему, не нужно. Что? Вторую не буду читать. Ну, тогда ты вторую разу, это не вторую. Да, вопрос. А почему не будет читать? Она неудачна для чтения. Нет, вообще, у меня вопрос как-то к переводчику. Кто из великанских поэтов ДТ для вас является наиболее трудным для перевода? Труднее всего переводить простых, неритмованных, они все почти сейчас неритмованные. Это трудно, потому что особо нечетно, как-то я... Ну, неинтересно, задача трудная какая-нибудь, формальная, что-то была. Поэтому не особенно... Я сейчас перестал почти заниматься серьезно. Не особенно мне это сейчас заниматься. Имена, выходите, имена, я не знал. Я переводил, ну, грэна, но я иногда рифмую вопреки тому, что написано по-английски. Специально, ну, как-то мне интереснее. Так же, как американцы должны... Лучше, когда они переводят не в рифму, даже в рифмованности, так, наоборот, на руске можно, мне кажется, иногда рифмовать. Я даже Макбедов перевел и придумал много новых рифм, там, которых нету Шекспира. Ну, так мне показалось, что рифма в каких-то важных местах по-русски она усиливает, что ли, усиливает важное место, да, его удваивает. Вот. Ну, так вот. Не знаю. А еще вопрос другой? Если я не ошибаюсь, вы преподавали в Аксор колледже, да? Скажите, пожалуйста, структура преподавания Russian Stadium там достаточно высок, с вашей точки зрения. Ну, а хорошие люди преподавали там. я был просто инструктором, у меня нет званий никаких, я просто был на... так сказать, подносил снаряды. Вот. А вообще, там замечательные два были преподавателя, а сейчас я не знаю, что там происходит. Из второй волны миграция. Таким немножко, может быть, устаревшим русским языком, но хорошим, настоящим. Вот. Ну, вот они брали таких, как я, которые привозили язык более современный, этим я помогал немножко. Вот. Вот там, когда перестройка началась, они все стали ездить в Россию, так что все в порядке. Хороший уровень, да. Другое дело, что тех, кто учить хочет язык, очень мало. Тогда было вот в 90-е годы много в связи как раз с политической ситуацией. А потом это пошло на убыль. Я сейчас преподаю, но на 23 человека, скажем, на первом курсе есть, может быть, человека 3, которые хотят учиться, остальные ничего, дураковали. еще что-нибудь? Ну, и вам где-то кусочек посчитайте? Ой, я не знаю. Там, где есть, там, где есть, я не знаю. У меня нет с собой. На память? Нет. А тут в магазине? Я на память. На память, я даже ни одного своего старения на память не знаю. что-нибудь нормалом. Я сам пью, что-нибудь. Пишешь, что-нибудь. Ты кто такой? Пишешь, что-нибудь. Ну, хорошо. Значит, тогда заключительную еще одну легию прочитаю маленькую, небольшую. И, наверное, тогда закончим, если не будет никаких пожеланий и вопросов. Легия подлинзой. Чем долг долгий день с тобой подробностью, вниманием таящимся подробностью, как бы подлинзой день под рассмотрением, не временем измеренным, а зрением, и самый краткий зимний, как с повышенной температурой длится нескончаемый, дыхание черен островок продышаной в окне, где человек мелькнет мельчайно. Чем долг день подробностью мельчайшую, кота ленивый постерки мельчайшую, дымком подлинзой, солнцем собранным, листком календаря неровно собранным, уставленностью в точку, взглядом медлящим, оцепеневшим, впившимся, несведущим, пред каждой вещью огненно немеющим, безмыслим, мыслящим, безверок, велящим. Вечерним вечером ли утром утренним ребенок созерцание целомудренным плывет ангинный жар и свет малиновый, без чувств горячий, без молитв молитвенный, он собран в вещество такой материи, где время точно мышц скользнет и выскользнет, потом произрастут волчцы и тернии, и ветер тот дымок под линзой выскользит, потом взойдет бесстыдный расхраблившийся тщеславный человек сорняк пробившийся искусством одержимый и завистливый родящий беспощадной правдой вызвленной а с ним взойдут признание и увенчанность вот человек союз пророков принятый забывший что смиренность и застенчивость есть высший дар о слабости отримутый а вот еще одно прочее кода осени когда всей раковиной ушной привину в саду осеннем стоя к живому чувствую душой землей всецело феодальное родствоя тогда я завожу интимные всепрославляющие гимны бывает что безмерно засмотрюсь заслушаюсь и мигом пылка с жестоким миром замирюсь я высших милости усердная копилка чук тонкую тропинку верно перебежала горно серно пусть затевает шахматы виства на тихий пруд слетая мелкий секунда в воздухе чиста висит как на флажке необоримой стрелкой то осень осень златовласа ждет окончательного часа мы станем с ней ушедших поминать ни золотых монет ни меди своей мне не на что менять пусть боголюбые мне жизнь сулят по смерти каким бы ни было жилище такой не будет духу не будет я всегда хочу домой единственный бесценный дар мой фрагмент ограды струнный строй в развилке дерева мелькнет горящей аркой погаснет я и сам не имею но быть не радостным не смею я исток я исток